Леонид Родионов теперь смело может называть себя не только предпринимателем, но и садовником, и даже ландшафтным дизайнером. Цветы, бабочки, маленький прудик с лягушкой – все это дело его рук и всей его семьи. Две оригинальные клумбы Леонид разбил возле аптеки, которая руководит. Помогала вся семья, теперь ухаживают тоже вместе. Даже сын Георгий подключился. Чтобы людям, которые приходят к нам в аптеку, было приятно здесь проходить. Мы досеяли здесь травы, посеяли пальмы, оборудовали дальше цветники. Таких предпринимателей, которые делают город зеленее, высаживая цветы возле своих объектов, в Сочи немало. Например, на улице Новогинской бизнесмены закупили цветы. Город взял на себя их высадку. Итог совместной работы – Новогинская теперь одна из самых цветущих улиц на курорте. С тем, чтобы сделать улицу красивее, с тем, чтобы была атмосфера праздника, у нас высаживались на улице Новогинской цветы как раз к майским праздникам. Таким образом, мы пытаемся делать наш город красивее, без привлечения бюджетных средств, без особых затрат. То есть, на этом опыте мы видим, что все возможно, все нормально, все это работает. Предприниматели на улице Воровского тоже объединились в борьбе за совершенствование зеленого наряда курорта. Теперь, благодаря бизнесменам и заботливым рукам городских садовников, центральную улицу города украсят клумбы из бальзамина. Администрация в данном случае выступает такой координирующей, более направляющей силой, потому что чувство прекрасного у каждого свое. Но вот избрана концепция, выбраны какие-то общие элементы, которые будут прослеживаться в данном случае по всей улице. И в дальнейшем, как по всему городу, они будут узнаваемы. Ухаживать за новыми клумбами, поливать и полоть будут сами предприниматели, чтобы растения под палящим солнцем не погибли и радовали буйным цветением все лето. А городские власти и дальше намерены привлекать бизнесменов к совместной работе по превращению Сочи в город-сад.